В Украине почти все доллары, в особенности 100-долларовые купюры, практически как новые. Дело в том, что доллары в Украине не находятся в обиходе и являются скорее средством накопления и сбережения, поэтому доллары покупаются и продаются фактически новыми. В Украине очень долго сопротивлялись новому внешнему виду 100-долларовых купюр. Дело все в том же. Даже очень старые 100 долларов выглядят хорошо, поэтому украинцам долгое время было непонятно, зачем их менять на купюры нового образца. На данный момент купюры нового образца уже есть в обиходе и принимаются спокойно. В Украине очень мало высоток. Украина это страна советской застройки и практически везде в стране вы можете видеть только 9-этажные и хрущевки, обсаженные тополями по периметру. Многоэтажки, как правило, находятся в центре города и являют собой традиционные небоскребы из стекла и металла. Исключением являются так называемые свечи, 14-этажные здания, также советской застройки. Этот факт интересен тем, что в Украине практически отсутствует сейсмическая активность, то есть не бывает землетрясений. Вы практически не найдете фотографий в высоком разрешении и панорам городов Украины. Если вы введете в поиски какой-то американский город, например Нью-Йорк, вы получите массу фото, панорам, таймлэпсов и даже трехмерных изображений, то введя название украинского города вы можете не найти вообще ничего. В интернете практически нет изображений гривны в высоком качестве и постановочных фото. В то время как доллар является практически культом и имеет множество разных постановочных фото с правильным светом и так далее, гривна является просто валютой и украинцы относятся к ней совершенно спокойно, не делая с ней каких-либо фотосессий. Ремонт в квартире. Маной небесной для украинца считается кафель и чем больше его, тем лучше. Ремонт в Украине это вообще больше для соседей и друзей, чем для себя. Панты дороже денег и здоровья. Украинец может 10 лет собирать на капитальный ремонт в квартире, абсолютно не понимая, что это не нужно. Часть молодого поколения относится к этому более спокойно и максимум клеят новые обои при переезде в свою квартиру. Ремонт в Украине это культ и для ремонта есть практически все. В любой день недели кроме понедельника можно пойти на базар и купить практически все для ремонта. Понедельник на всех базарах Украины это выходной. Суббота и воскресенье считаются на базаре рабочими днями. Украинцы это так называемые староверы. Украинец до последнего будет покупать старые БУ мобильные телефоны, обновлять компьютер на 775 сокет. При этом в упорне в виде того, что за эти же деньги можно было бы купить новое поколение комплектующих или передовых технологий начального уровня в магазине, да еще и с гарантией. Так например за цену БУ пятого айфона в магазине можно купить телефон начального уровня, сенсорным экраном, последний или предпоследней версии андроида, новый с гарантией. На данный момент Украина плавно переходит на четырехдневную рабочую неделю.